Сентябрьский день Он в честь победы славной вознесен Здесь памятью спрессованы века Сентябрьский день Сентябрьский день Во все времена Литию совершает Благочинный новомосковского округа Тульской епархии Протеерей Владимир Лысиков Тульской епархии Сентябрьский день Сентябрьский день Сентябрьский день Сентябрьский день Сентябрьский день И пресвятым и благим И животворящим Твоим духом И не присвои во веки веку Сентябрьский день 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 Добрый день, граждане Великой России! Сегодня нас объединила славная страница истории нашей страны Победа Объединенного Русского Войска в Куликовской Битве Сегодня мы празднуем День Воинской Славы России! Первый заместитель губернатора Тульской области Председатель правительства Тульской области Юрий Михайлович Андрианов Добрый день, уважаемые земляки, уважаемые гости нашего героического края Во-первых, хотел бы поздравить всех нас с этим праздником В канун празднования Великой нашей Куликовской Победы С Днем Воинской Славы, хотел бы выполнить почетную миссию И довести до вас приветствие нашего губернатора, до всех до нас Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем Воинской Славы России И годовщиной Победы в Куликовской Битве 638 лет назад Именно с этого события Началось освобождение Руси От голого татарского века А вместе с тем И объединение всех русских земель В единое государство Великий подвиг русского воинства на Куликовом поле И сегодня остается символом единства Самоотверженности И силы духа нашего народа Рад отметить, что празднование годовщины Победы В Куликовской Битве Ежегодно привлекает на первое ратное поле Все больше и больше людей Уверен, что и будущие поколения наших соотечественников Будут с глубоким уважением и гордостью Вспоминать о событиях тех далеких лет Желаю всем здоровья, благополучия, мира и добра Губернатор Тульской области Алексей Дюмин Что хотелось бы добавить от себя Вот глядя на вас, на вот эти уже тысячи людей Которые здесь присутствуют Глядя на с каждым годом большее количество Молодого поколения, которое приезжает сюда Наших внуков, детишек, подрастающего поколения Да и старшее поколение здесь в основном Хотел бы сказать, что мы живы, мы сильны Пока у нас есть вера, уверенность, гордость За наше историческое прошлое За наших героических предков И особенно остро, наверное, это ощущается здесь На первом ратном поле России Здесь, с дрожью в волосе С таким внутренним трепетом Наверное, каждый из вас может ощутить Вот ту, всю ту глубину И ту значимость того события Которое произошло более шести веков назад Это наши с вами предки Наши пращуры с вами сделали так Что мы живем, радуемся, растим детей Смотрим будущее на яркое голубое небо Сегодня, к сожалению, чуть-чуть она затянулась Но это, у природы нет плохой погоды Мы хотим жить Мы хотим любить, улыбаться Думать вперед Что хотелось бы еще сказать Спасибо вам за то, что Или даже так Спасибо нам всем За то, что мы находим в себе силы Осознание, необходимость Поддерживать эту память Чтить подвиг наших предков И до той поры, пока в наших сердцах будет Жить любовь, уважение и память Мы непобедимы С праздником у вас! Благочинный новомосковского округа Тульской епархии Братаерей Владимир Лысиков Дорогие братья и сестры Сердечно всех поздравляю с праздником Победы на Куликовом поле Хочу особо подчеркнуть, что Сегодняшний год Этот праздник у нас Основновался тем, что Была принесена Пределы Богоспасаемой Тульской земли Чудоторная икона Благоверного князя Дмитрия Конского Которая, пройдя тот путь, который прошла дружина Дмитрия Конского 638 лет назад Остается на Тульской земле Остается в сердце Тульской земли В Кремле Всего несколько дней назад 12 сентября В день памяти Святого Богоерного князя Александра Невского В Петербурге Прошел городской крестный ход Духовным девизом, которым являлись Всего три простых слова Вера, традиции, единство И я уверен, что благодаря Вот этим простым, но очень важным для каждого человека Стала И смогла быть Одержана Победа На этом родном Воле Вера А вера у наших предков была такая О которой в Евангелии говорит Господь Что бой Берет веру Как горчичное зернышко И скажет Горейся Двигнися И верзеси в море И будет так А традиции А традиции тогда были просты И они важны И сейчас для нас Любить Бога Любить свое Отечество И опять же Благодаря этому Стала возможна Победа А единство Такое единство Мы можем сказать Словами Русского историка Льва Кумилева Что пришли на поле Курикова Москвичи Коломенцы Рязанцы Брянцы А ушли Русскому В нашем единстве Наша сила И сегодня Молитвенно Благодарно Величаем Святого Благодарного Великого Князя Дмитрия Мы Сыноване Преклоняемся Пред теми Людями Возглашаем Вечную память Которую Жизнь свою Положили За руки Своя На этом Родном поле И мы Единими усты Единим сердцем Возглашаем Слава Великому Русскому Народу Народу Победителю С праздником Дорогие Отцы Братья Семки Директор Музея Заповедника Куликова Поля Владимир Петрович Гриценко Ни один Известный Российский Историк Не обошел Вниманием Куликовскую Битву Порой Расходясь В каких-то Деталях Все Историки Единогласно Утверждают Что Начало Россия Начало Этногензеза Русской Нации Это Куликово Поля Куликовская Битва Осознание Русскими Себя Как Целостности Имеет Точную Дату Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 1380 Года Куликова Поля Это место Где родилась Наша Страна По сути Дела Сегодня Мы отмечаем Особый День День Рождения Нашего Отечества Отечества Многовековой Истории Отечества Многационального Когда Отмечаешь День Рождения Близкого Тебе Дорогого Человека Тебе Хочется Пожелать Ему Прежде Сего Здоровья И Добра Дорогие Соотечественники Мира Добра И здоровья Вам Днем Днем Рождения Россия Памятнику Колония Дмитрию Донскому Возлагается Гирлянда Памяти И славы И славы Зеленые 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 Веточки К памятнику колонне возлагаются щиты-венки городов и земель, направивших свои дружины в объединенные войска князя Дмитрия Ивановича. К памятнику колонне возлагаются цветы. В церемонии возложения цветов участвуют первый заместитель губернатора Тульской области, председатель правительства Тульской области Юрий Михайлович Андрианов, благочинный новомосковского округа Тульской епархии протеерей Владимир Лысиков и директор музея-заповедника Куликово-Поле Владимир Петрович Гриценко. И почетные гости праздника. Мама, мама, я же тебе держу за руку. Стой, смотри. Пусть тебе запомнился. Сейчас будут нести на конус. Смотри, да? Руку. Вон, братюшки держите. Руку давай. На всякий случай. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Светлой памяти воинов, павших за Отечество во все времена, объявляется минута молчания. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня воинской славы России и 638-й годовщиной Куликовской битвы, завершается прохождением торжественным маршем воинов российской армии. Смирно! Шагом! Марш! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА На церемониальную площадку выходит колонна участников 22-го международного военно-исторического фестиваля Поле Куликово. Белый отряд город Иваново. Болото город Краснознаменск. Вереск город Рыбинск. Вечное небо город Саратов. Витязь город Казань. Владычный стяг город Великий Новгород. Воин. Ростовская область, станица Тацинская. Волк город Липецк. Вольный стяг город Тула. Вороний яр город Борисоглебск. Вятская Русь, город Ижевск. Енуэзская пехота, город Саратов. Каретовстан, Ярославская область, город Пышкин. Критни, город Белгород. Дрик Атамана Платова, город Ростов-на-Дону. Дружина, город Белгород. Дружина Рысь, город Калуга. Железное племя, город Тула. Залесье, город Переяславль-Залезский. Засека, город Кенза. Засстава, город Железногорск Курской области. Золотой дракон, город Тула. Золотой лев, город Тула. Каролинк, город Краснознамёнск. Княжеская дружина, город Санкт-Петербург. Княжество Рязанское, город Рязань. Ланкастерс, город Санкт-Петербург. Лобаснинская застава, город Чехов. Миндград, город Санкт-Петербург. Нюрнберг, город Тула. Орден, город Псков. Оружейная башня, город Санкт-Петербург. Пересвет, город Саратов. Премя и сталь, город Владимир. Плесковград, город Псков. Побратим, город Бенза. Покровская застава, город Эггельс. Порубежник, город Саратов. Псковский двор город Санкт-Петербург Ратибор город Бобров Воронежской области Ратный город Москва Ромово-Ибабый город Рязань Русская дружина город Иваново Рыцарское копье город Радужный Владимирской области Родной Фьер город Москва Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова ПЕСНЯ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внимание! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внимание! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Присоединяются участники 22-го международного военно-исторического фестиваля Куликового поля и предоставляют реконструкцию эпизода и предоставляют реконструкцию эпизода и предоставляют решение среди судьбы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Войско выступило единой силой, зарождалась вера в сдержение экономистового фига, зарождалось национальное единство Руси. Песня «Я знаю, где пойти. ПЕСНЯ 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 Встречается с полной и сторожей ордынцем. И вон к бою которого не издержать. В стульях смерть будет хранить. Выбивает гулу церкви кобыча. В полной одному подруге. В полной одному подруге. Волны полны решимости. И готовы насмертьбиться за ненавидной ордой. На поле появляется сам князь Дмитрий и возглавляет колонны русских воинов. И кровь в час сегодня будет повержен или защитит Святую Русь и веру в блюдах Отстрел арминских русских щек. Такой терпеть нам и до ночи Сердца жду кращу кресты. Тон за стеною, шрепи и ночи За войско сожжены посты. Командир русского авангарда просит разрешение князя в участвовать в битве освобожденным снаружи русичам, добывшим оружие в бою. Теперь они смогут отомстить за поругание своих земель, за смерть своих соплеменников. В это же время Дозор замечает какое-то движение и срочно направляет концов с дырзением к русскому стану. Но это не противник, это возвращается израненная сторожа Семена Мерика. Ордынское войско Ромария уже очень и очень близко. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Доб tatora Доб파 Минуты перед боем осьми! Послушайте от в бой! Ожание. Совет собрал, чтобы выйти на руки! И без стоять на поле П kite! Русские войти и Волжи, там дорогущие, пол правой руки рань князя Андрея Ольгердовича, большой пол поднявшись в Диаганской Фаянин Михаил Брынок и огоньничий Димофея Вильямина. Волг с левой руки придут в бой князья Василий Ярославский и Федор Молоский, президентный полк князя Андрея Ольгердовича, составный полк князя Владимира Серпоморского и воеводы Дмитрия Попрога-Волынского. Сам же князь встает в пеший строй для того, чтобы возглавить передовой полк. Затем тревожным русский войти, все ближе, ближе, ближе к пеньгу часа, калыча, ветер княжь и стяге, сильный, на который спас. Затем тревожным русский войти, все ближе, ближе князь в пеший строй для того, чтобы возглавить передовой полк. Солки, долгая милшинка. Могу. Ставим. Маша, велико, стыдно, не спешит. Когда, валили, встекая, с холмов по сенью поля идет, День веком сайденая, За ней ухту мертвую земля ханы, Молусы в обмирской стани, С богатых обычушку ждут кровь и злепь. С плечистой и следом в сахарной пьет. Утром 8 сентября занимают свои патицы и артынцы. Свою завтку я с тобой в лагере мамая сложил на Красном холме. Ну где тхана? Как ладует ему А потеря добычи и баллона? Не завидно участь выжившего. И меньшая провинность каралась смертью. Ну где тхана взяли, И связав ему руки, Подвели к мамаю. Шестоха. Не выжить войну, который потерял добычу, Обуз и баллон. Наказание неизбежно ждет провинившегося. Проводируют гидрю на руке. И пока он не спустит дух, Его будут тащить волоком по земле русской. А у меня есть новый телефон. Он настоящий. Пришполь коня, Батыр, причинный ганвай. Испустим силон. Дух командует шестокий ганв. И, конечно, протаскивают они этого воина, Черепима, Для того, чтобы было видно русскому войску, Как поступают мамы с проленившимися воинами. И что ждет их в бою с Ордой? Понимая, что такой бой требует начало поединчивыми, Хар Мамай приказывает провести Смотр Батыра. Победителя ждет щедрая награда. Это полонянки. Очень частые такую награду Мечтами получить ангинские войны. И в этот раз это не просто всмотр, Не просто развлечение для услады очериканских. Сейчас ганв будет решать, Кто из его лучших ангургеров Будет участником поединка, Пришествующего в Питере. Один взглядом глаз роскошный, На ней стоящий в стан врага, Как будто кость с собаком бросит. Патыром хан сказал, Алган. Алган командует хан, Приступить к смотру Патыра. Все монгольские огоньки и вывели Серега и товарищи сажали стекло И чуть позже давали лук. Они владели луком, лучшим их лучником того времени. Также предпосудно владели и холодным оружием, Игами и саблями. И водыры готовы переступить к состязанию. Покажите утро свою! Ордынские мухеры! Покажите! 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 Мукеры раздите мишени с саблями! Вот попадает мукер, Разрубая арбуз с саблей! Следом за ним вывечает следующий! И следующий пока все и продемонстрирует свое будущее. Каждый из воинов Орды, зная, какая награда ждет его, старается выполнить лучше всех это задержание. Держи, держи. Но победитель будет только один. Вольны проказали свою бураль и... Лучшим в середину мира в Ганна был признан Челубей. Он и становится победительщиком. Смотрите, как у тебя удобно сидит. Сюда уже, на кокольчик сидит, да? Ну, давай. 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 Челубей получает обещанную награду. И отправляет в свою юрту полояна. Поединок начинается! Первое решение переменного победителя. Поединок будет продолжаться до тех пор, пока кто-то из соперников не будет сражен на земле. И снова сходят с боями! И снова сходят с боями! И снова сходят с боями! Челубей по вершим! Челубей по вершим! Да! Но и перед свет, хотя и остался в сумме, Получил тяжелое отражение. Он в войне, но выиграл этот бой, Что он придавал сил русским дружинам! Да! Что вы? А он не понимает. Я не знаю. Со стороны Орды выдвигается гонный отряд лучников. Гонные лучники были одной из главных частей ордынского войска. Гонные лучники, которые наводили ужас на воинов, Это люди, которые могли выпускать по нескольку сотен стрел на боя. Они разгоняли свою карусель и обстреливали противников в течение долгого времени. Не давая подбежаться и строгали эти воины. И уже к возрасту 13 лет ордынский юноша мог забить птицу на льду. Его откружат они свою карусель перед русским войском, стреляя из лука. Вот князь Хан одновременно приказ с поднятием руки. Дают войскам и поле в тарелах ступают полные полки. Их пик будет терять икони. Жележит земных огонь. И снова будут кони, кони, кони. Внесут над полем седоком. На третью ордынской конницы выходят соревнования. Оружие более эффективное в Кавалинском бою. Вот они! Вот они, русские стражевые отряды, которые вышли на встречу ордынской конницы. Завязалась очередная битва Кавалин. Посмотрите, там интересные. Закружили! Закружили! Закружили колесницу воины! Вот уже в центре с несколько воинов сражаются между собой, а вокруг них вкручат свои враги. Ордынцы и поспевают за ними русские воины. Догоняя на своих коняках своих врагов. И в этой тяжелой битве русская сторожа отступила. Отступила на позиции, заяв свое место за русским столом. Вրистанная войска Выступает передовой полк русского войска! Вживание против конницы Орды! Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 и устремляет за сфоль битвы! В это время два гастронских ранника нашли раненого Дмитрия на поле боя. Великой ценой была добрыта эта победа. Так обрету, обрету! Единственная масса поярков, посвяти князей в Лазерске, тридцати новгородских фасадиков, двадцати боярков, сорока боярков, двадцати боярков, двадцати боярков, тридцати пяти боярков, в Владимирске, пятидесяти боярков, сорока боярков, тридцати трех боярков, до шестидесяти боярков, с Великогорски, двадцати боярков, до шестидесяти боярки, Галифский, подплаченный ручной, И помиловал Бог Русской, А на драме Таликона, Он был вновь. И так сражалась наша государственная, И так добавлялась ее воинская слава, На первом ратном поле оси. Уважаемые участники 13-го Международного военно-исторического фестиваля Гуликово поле, Прошу вас построиться для торжественного парада. Волода – город Краснознамец, Верест – город Рынец, Вечная Никола – город Парада, Военный завистник клуба «Витязь», Город Казань, Владычий – стяг, Город Вереги-Отгород, Воин – Ростовская область, Станица – нацистская, Губолт – город Липец, Вольный стяг – город Була, Вороний Геогар – Борис Оглевец, Детская Русь и шелухное объединение, Герорианская пехота, Город Сарада, Город Австан – город Славская область, Вереги-Отгород, Витни – город Липец, И Гармана Платова, город Краснодару Ружина, город Елгород Ружина Рызи, город Галуга Железные предприятия, город Кула Заревские, без славы Заревский Засиха, Бенза Казава, город Железногор, Кульская область Золотой дорогой, город Кула Золотой лев, город Кула Рами, город Носна wilderness Бенз организация, город Санкт-Петербург Баританская, город Рязань Пантастерс, город Санкт-Петербург Лобастинская застава, город Чехов Мидар, город Санкт-Петербург Город Kula, Мордин, город Псков Оружение башни, Санкт-Петербург Белесгред, городYN Город Саратов, Владимирская, город Владимир, Грецкая, город Сок, Павратим, город Пенза, Покровская застава, город Энгельс, Порубежник, город Саратов, Сокский двор, город Санкт-Петербург, Противор, город Павров, Павровская область, Глубратный город Москва, Ромовые бабы, город Рязань, Русская дружина, город Иваново, Рыцарское кофео, город Радужный, Владимирская область, Родной фьорд, город Москва, Святогор, город Кенза, Северная звезда, город Москва, Северная звезда, город Паркуна, Северный страж. Глубратный город Москва, Северная звезда, 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 город Москва, Северная зв Солнечная дружина города Кула. Денковый полк, нищие ноги. Булы Павел, город Кула. Булы Павел, город Новоскопск. Булы Штурм, город Кашина. Булы Павел, город Кула. Выражаем особенную благодарность воинам-бойникам! Аплодисменты и телевизорам людям! Аплодисменты и телевизорам. Аплодисменты и телевизорам.